В конце января Россия намерена принять в Сочи делегации из Ирана и Турции для проведения второго раунда переговоров в рамках так называемого Конгресса Сирийского национального диалога. Этот формат, как предполагалось изначально, должен был разрешить вопрос поствоенного устройства Сирии. Кремлевский план был прост – добиться от своих визави согласия на дальнейшее правление Асада и создание в САР своей зоны влияния. Другими словами, Россия предложила региональным державам вернуться в прошлое, к тем идеям, которые когда-то выдвигал Советский Союз. Примечательно, что во время проведения первого саммита российским федеральным каналам было поставлено четкое задание – провести параллели с Ялтинской конференцией, с конференцией победителей. Довольно удобно, не находите? Можно заодно было сравнить Путина со Сталиным. Жаль, что в России никто не вспомнил о фултонской речи Черчилля и о железном занавесе, который на долгие годы отделил СССР от Европы сразу после встречи в Ялте в 1945 году. Впрочем, давайте поговорим о другом – о полноценном провале предыдущего Конгресса. Тогда стороны не достигли никаких соглашений. Они не нашли точек соприкосновения ни по одному из вопросов. Оказалось, что каждый игрок видит будущее Сирии по-своему, причем, и это довольно-таки интересно, все три государства не желают уступать ни сантиметра захваченной ранее сирийской территории. Именно поэтому после встречи со своими партнерами, а на самом деле соперниками, Путину ничего не оставалось, кроме как озвучить общие фразы. Предметно обсудили основные аспекты сирийского урегулирования, договорились и впредь прилагать активные усилия для решения главной задачи – установления мира и стабильности в этой стране, сохранения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. К чему тогда пришли стороны? Они решили продолжить диалог и исключить США, ЕС и Саудовскую Аравию из процесса сирийского урегулирования. Ход, конечно, интересный, но алогичный. Сами посудите, русские, по сути, предложили решать вопрос Сирии на двух площадках параллельно – Женевской и Сочинской. Заведомо скажем, что рецепты там будут выдвигать кардинально противоположные. На самом деле это заявление было так, для красного словца, так как уже сейчас министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пытается заручиться поддержкой США в этом вопросе. Вот его слова. В любом случае, Конгресс нацелен на то, чтобы помочь переговорам в Женеве. Мы об этом четко рассказываем всем нашим коллегам, включая руководство ООН и страны, которые так или иначе участвуют в сирийском урегулировании. Почему из уст главы российского внешнеполитического ведомства прозвучали такие слова? Да все предельно просто. Власть в России боится скорых санкций со стороны США. Ведь они затронут не только самые важные сферы национальной экономики, оборонку, финансы и энергетику, но также нанесут удар по близкому окружению самого Путина, по олигархам, друзьям, по родственникам друзей. Вашингтон, конечно, умеет проводить эффективные атаки. Так Минфин США совместно с государственным департаментом готовит не один, а сразу два списка российских штрафников. При этом первый будет изначально в открытом доступе, а второй засекретят. Никто не будет знать, находится ли его фамилия в этом санкционном списке. Более того, американцы в любой момент смогут воспользоваться дополнительной опцией, постоянно внося новых старых нарушителей в этот перечень. Сейчас крупный российский бизнес настолько взволнован, что, согласно данным Bloomberg, ведет переговоры с представителями Министерства финансов и Госдепа США о невключении их в список предпринимателей, близких к политическому руководству России. Здесь все понятно, а теперь давайте подробнее поговорим о противоречиях между Россией, Ираном и Турцией, которые даже невооруженным взглядом было уже видно на прошлом сочинском междусобойчике. Обмен любезностями. Давайте в этот раз начнем с конца. С нападения на российскую авиабазу в городе Хмеймим на Новый год и с атаки на морскую базу в Тартусе на Рождество. Попробуем разобрать с вами кейс обстрела базы в Хмеймиме. О нем стало известно с публикации в издании «Коммерсант» 3 января, несмотря на то, что само нападение произошло 31 декабря. Итак, сразу после публикации информации российской газетой, которая сообщила о семи поврежденных самолетах Су-24, Минобороны РФ опровергла эти сведения. Однако на следующий день военный журналист Сапоньков опубликовал фотографии поврежденных истребителей с выломанным хвостом и текущим из пробитых баков керосином. На самом деле это из ряда вон выходящие события, потому что не может в России военный журналист, если на то нет разрешения спецслужб или вышестоящего руководства, самолично выложить такие данные. Подобное грозит или тюрьма, или жесткий выговор, за которым следует увольнение. Сапоньков точно получил приказание свыше. Вопрос только в одном – от кого? От тех сил в военном ведомстве, которые желают отодвинуть от власти министра Сергея Шойгу, или же от тех спецслужб олигархов, что с ними связаны, кто желает свести счеты с Минобороны ее разведывательной структурой, КРУ? Вероятно, всем известно о том, что Сирия для российских спецслужб стала своего рода золотой жилой, приносящей большие деньги. И то, что там происходило с самого начала кремлевской военной интервенции, война между ФСБ и ГРУ – прямое доказательство того, что российские разведсообщества вступили в прямую конфронтацию на сирийских землях. Вот что рассказывает российский блогер Несмиян, пишущий под псевдонимом Эль Мюрид, коммерсант, владельцем которого является Усманов, а гендиректором является некто Желонкин, имеющий отчетливо православно-РПЦшный, а затем и Минобороновский бэкграунд, и бывший даже руководителем милитари-медиагруппы «Звезда» при Сердюкове. При Шойгу ему пришлось уйти с явным понижением. С этой стороны доброжелателей у Шойгу не наблюдается. Второй источник – Роман Сапоньков, работающий от Риафан, структуры небезызвестного Пригожина. Как известно, друзья Путина не в самых лучших отношениях с представителями семьи, коим как раз и является Шойгу в путинской вертикали. Впрочем, мы отвлеклись от самого главного – от минометного обстрела российской военной базы. Если взглянуть на снимки, что предоставляют космические спутники, то увидите, что на территории этого объекта нет никаких инженерных оборонных сооружений. Поэтому совершенно не удивляет факт попадания артиллерийского боеприпаса по самолетам РФ. Удивляет другое – обстоятельства, при которых все это произошло. Авиабазу после выхода с ее территории проиранских формирований, которые выполняли функции охраны, патрулировали силы Асада. Это значит, что только лишь у сирийских вооруженных сил была такая возможность открыть огонь по объекту. Правда, есть и другой вариант – это могли сделать силы, что подконтрольны Тегерану. Ведь ни для кого не секрет, что они активно сотрудничают с Асадом и исполняют всю черновую работу вместо русских на земле. Это означает лишь одно – Иран, несмотря на заверение России в дружбе, отдал приказ об атаке на российскую авиабазу. А теперь давайте зададимся вопросом – почему все это произошло? Ответ очевиден – из-за косвенного участия России в провоцировании нестабильности в Иране. И об этом мы поговорим чуть более подробно. Те акции протеста, что происходили на территории Ирана, были не столь однозначными, как многие успели подумать. Да, изначально люди выходили против действий своего правительства, как внутри страны, так и за рубежом. Персам не нравится, что жить становится все хуже, а правительство тратит деньги на военные операции по всему Ближнему Востоку – от Палестины и Сирии до Йемена. Тегеран продолжает обвинять администрацию Трампа и лидеров стран-членов ЕС в пострекательстве и организации бунта. Подумать так можно, ведь демонстрации совпали с желанием Белого дома ужесточить санкции против Ирана и отказаться от ядерного соглашения. Но удалось ли это осуществить? Нет. Министерство финансов США расширило список санкций на 14 физических лиц и компаний. Однако сам Трамп своим решением от 12 января продлил режим отмены санкций против Тегерана в рамках договоренностей по иранской ядерной программе. «Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Это последний шанс. В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций. И если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки», – заявил президент. Необходимо сразу уяснить для себя один довольно важный момент. США стараются всегда доводить свои операции до конца. А то, что мы видели в начале января – обычная постановка. Постановка чья? Вероятно, России. Почему? Да потому что ей выгодно ослабить своего главного конкурента в регионе – Иран, столкнув его с США, Саудовской Аравией, Израилем и Евросоюзом. С тех пор, как Россия вошла в Сирию, интересы Тегерана и Москвы постоянно сталкиваются. Иран хочет проложить свой газопровод через территорию САР, Россия пытается этому помешать. Теперь вот русские решили спровоцировать американцев на введение новых санкций против официального Тегерана. И всем при этом ясно, что дополнительные штрафные меры не дадут персам не только построить газовые пути в Сирию, но и заморозят все европейские проекты по добыче иранского голубого топлива. Кроме того, иранцы желают сами управлять Сирией, создав из этой страны подобие Ливана с Хезбалой. Однако все это лежит на поверхности, а есть вещи куда интереснее. Например, желание России вернуть утерянное влияние не только в Азербайджане, но и на территории Иракского Курдистана, граничит с Ираном. Вспомните, там недавно проведен, вероятно, на российские деньги плебисцит, в организации которого русские обвинили США и Израиль. И более того, даже в Палестине. Помните, когда-то во времена сначала Российской империи, а затем и СССР, существовали отдельные земли, что назывались Русской Палестиной. Часть этих территорий до сих пор находится там, в автономии. Посмотрите, ведь русские довольно умело сыграли против американцев и в вопросе с признанием Иерусалима столицей Израиля. Они высказались против такого шага со стороны США, а значит, выступили на стороне палестинцев. Мы постоянно слышим последние несколько месяцев, что Соединенные Штаты вот-вот опубликуют, обнародуют некую большую сделку, которая все проблемы расставит по своим местам, которая всех удовлетворит. Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем проконсультироваться с нашими партнерами по квартету, помимо США, это ООН и Европейский Союз, и провести какой-то мозговой штурм относительно того, как же быть дальше. Ситуацию оставлять и пускать ее на самотек нельзя, сказал Сергей Лавров. Сейчас вот палестинский лидер Махмуд Аббас собрался лететь в Москву, чтобы та оказала свою поддержку. Видите, происходит определенное смещение. Не то, чтобы палестинцы больше не полагались на Тегеран, наоборот, просто они стали смотреть еще и в сторону Москвы. И вот это уже вызывает дополнительные опасения. Впрочем, подобное сближение никого не удивит. Русские, начиная с 2014 года, успешно поставляют тайными путями, а именно через Сирию, представителям движения «Хамас», которое в США определено как террористическое вооружение. Вспомните, как в августе 2014 года у представителей «Хамас» обнаружили противотанковые ракеты российского производства «Корнет», что выпускаются в Туле. В общем, все это уж очень похоже на то, что Россия хочет не договариваться с Ираном, а сначала дезориентировать его, а затем значительно ослабить. В этом контексте интересной выглядит ситуация с очередной химической атакой в районе Восточной Гуты, Сирия, близ Дамаска, где размещены силы оппозиции. Эту атаку, как передает ряд изданий, в том числе и BBC, организовали силы Асада. Изначально может показаться, что это уж совсем алогичный шаг, ведь только недавно русским удалось сделать так, чтобы Асад увильнул от обвинения в химатаках на сирийский город Хан-Шейхун. Между тем, складывается впечатление, что кто-то уж очень хочет стреножить Кремль, кто-то, и быть может все это делает Иран, посредством Асада намеревается в очередной раз показать, что Россия не выполнила взятых на себя обязательств и не уничтожила химическое оружие в Сирии. Острый турецкий нож. Однако не только Тегеран возмущен действиями Москвы в регионе, но также и Анкара. Так, 9 января Министерство иностранных дел Турции вызвало к себе послов Ирана и России, чтобы озвучить свое негодование действиями последних. Главная претензия – нарушение вышеобозначенными странами договора о создании зон деэскалации в Сирии. Речь идет о том, что и Москва, и Тегеран, совместно с армией Асада, наплевали на соглашение о перемирии, организовав нападение на подконтрольную турецким силам сирийскую провинцию Идлиб. Скажем, что на территории этого региона находится оппозиция режиму Асада, что поддерживается Анкарой. После атаки российских и иранских войск на Алеппо большая часть повстанцев перебралась в Идлиб. Также скажем, что на землях этой провинции прибывают турецкие войска. Турецкие военнослужащие ныне продолжают устанавливать там наблюдательные посты. Проблема в том, что Россия, скажем прямо, никакие зоны деэскалации создавать не собирается. Наоборот, ей нужна полностью подконтрольная Сирия. В этом вся суть вопроса. И именно поэтому Москва организовала нападение на турецкую водчину. Как пишет Мари Жего, корреспондентка французской газеты Le Monde, «Эта ситуация отнюдь не удовлетворяет Москву, которая считает, что перемирие больше не имеет смысла», отмечает Жего. Кремль страстно желает покончить с мятежниками с тех пор, как они осуществили 31 декабря и совсем недавно, в ночь с 6 на 7 января, нападение с помощью дронов на военную авиабазу Хмеймим и базу в Тартусе, центр российской логистики. Улавливаете мысль? То, что организовали силы Асада при помощи иранских военных на территории двух российских баз, Кремль использовал и показывает, что намеревается использовать, как причину для нападения на протурецких повстанцев, которые находятся в Идлибе. Конечно, чтобы оправдать свою цель, Москва готова даже пойти наперекор турецким интересам. Есть между Россией и Турцией еще один неразрешенный вопрос – контроль над курдским анклавом Арфин. Там определенные сирийские группы изначально поддерживали США. Вашингтон буквально недавно увеличил свой военный контингент в Сирии, а сейчас даже пытается его усилить сирийскими курдами. Курды – ахиллесовая пита для турок – это угроза их национальной безопасности. Во всяком случае, так издавна считают в Анкаре. Вот почему руководство Турции считает действия США предательством. И именно поэтому Анкара готовит на этих землях новую военную операцию. Мы не намерены сидеть сложа руки, ожидая, что вместо нас террористов уничтожат другие. Анкара рекомендовала Вашингтону пресечь деятельность террористических организаций и выступает против любых попыток уничтожения Диаш руками других террористов. Если Вашингтон считает Анкару стратегическим партнером, то должен бороться с террористами вместе с Турцией, уведомил президент Турции Роджеб Эрдоган. По правде сказать, мне до сих пор не ясно, то ли глава турецкого государства действительно не понимает ситуации, то ли делает вид, что не в теме. Территорию Арфина частично контролирует политическая партия «Демократический союз». Она же является крылом террористической организации «Рабочая партия Курдистана», которая с советских времен была под контроль на Кремлю. Эта структура изначально формировалась лишь для одного – для организации атак на Турцию, чтобы держать ту в постоянном напряжении. Москва хочет, чтобы Арфин был отделен от сил США, поэтому провоцирует Турцию на конфликт, тайно желая заставить курдов вернуться под власть Асада, а значит, под свою власть. Для чего? Для того, чтобы затем дать сирийским курдам автономию. Это поможет Москве и дальше осуществлять давление на Анкару. Русские уже подготовились, они организовали представительство так называемого «сирийского Курдистана». Эта структура функционирует как дип-миссия, и ее финансирование невозможно проверить. Понятно, что США, которые хотят помешать планам Кремля, пытаются перетянуть курдов на свою сторону. Этому препятствует Турция, делая большую ошибку. Кремль же желает всех обхитрить, впрочем, как обычно. Послушайте, что говорит глава российского МИД Сергей Лавров. «Мы очень рассчитываем, что наши турецкие коллеги как можно скорее завершат развертывание остающихся контрольно-наблюдательных пунктов вокруг зоны деэскалации Видлибе. Надеюсь, это поможет стабилизировать ситуацию Видлибе и не допустить дополнительных срывов». И добавляет, что северо-запад Сирии может оказаться под контролем группировок, обученных и вооруженных Соединенными Штатами. По словам Сергея Лаврова, это свидетельствует о том, что Вашингтон взял курс на раздел Сирии. То есть, с одной стороны, глава внешнеполитического ведомства РФ, читай Кремль, говорит, что все атаки против повстанцев Видлиб случайность, а с другой – стравливает Турцию и США. При этом не забывайте, что турецкая армия – вторая помощь в НАТО после США. Быть может, Эрдоган и начал что-то понимать, ведь как тогда объяснить призывы ко всем дружественным странам и союзникам Турции не становиться на пути Анкары в ее борьбе с террористами и убийцами? В противном случае, Турция не отвечает за возможные последствия. «Уберите флаги своих стран из районов дислокации террористов, пока нам не пришлось передать их вам лично. Сорвите нашивки своих армий с униформы террористов, пока нам не пришлось зарыть в землю тех, кто стоит в одном ряду с боевиками», сказал турецкий президент. Тем не менее, все равно мы говорим о том, что Кремль не желает равноправного партнерства с Турцией. Он, точно так, как это происходит с Ираном, стремится к ее ослаблению. Конгресс для отвода глаз. Понятно, что Конгресс Сирийского национального договора – это очередная профанация со стороны Кремля. Москва, и это очевидно, не желает договариваться ни с Ираном, ни с Турцией о мирном расчленении Сирии. России нужно другое – взять ЦАР под свой контроль, выбросив Тегеран и Анкару из переговорного процесса. Именно по этой причине российское руководство и в дальнейшем будет делать все, чтобы дестабилизировать двух главных региональных игроков, создавая конфликты не только между ними, но и между США и Ираном, между США и Турцией, ЕС и Турцией, Израилем и Ираном, Саудовской Аравией и Ираном. Все для того, чтобы ослабить, а значит избавиться от назойливых конкурентов. Впрочем, и это не имеет значения, так как русские не понимают одного. Иран и Турция разнятся между собой политически и экономически. Это два разных мира и идеологии, но они вдвоем воспринимают Россию как врага. Все это напоминает ситуацию далекого 2003 года, когда Джордж Буш-младший считал, что победив в войне с Ираком, он сможет держать под контролем эту страну. Не получилось. Она оказалась под властью Ирана, который смог при помощи сначала мягкой, а затем и жесткой силы подмять под себя Ирак. Тоже ждет и Россию в Сирии. Однако Москва упускает довольно важный нюанс. Против американцев никто не вводил санкции, а против России их ведут. Впрочем, Москве не привыкать идти ко дну. Такая уж у нее история. История падений.